На сцене коллектива станичного дома культуры и гости из города. В зале почетные гости и жители. Их поздравили от имени главы курорта Юрия Полякова. Население Анапской 26 тысяч человек. С точки зрения экономики, сегодня это фактически часть города, хотя особый станичный дух здесь стараются сохранять. Все зависит от таких мероприятий, которые сегодня проводятся, где говорится о традиции, где говорится о той роли сегодня наших старших товарищей, которые 70-летие освобождали нашу станицу и нашу Кубань. По случаю праздника отметили заслуги более чем 50 станичников, работников практически всех отраслей экономики, учащихся спортсменов. Среди награжденных председатель Совета ветеранов Эдуард Мавян, а также депутат муниципального совета и директор станичного дома культуры Светлана Хижняк. Грамоту главы сельского округа вручили председателю профсоюза работников образования Дмитрию Байдикову. Он как раз из тех, кто работает в городе, а живет в станице. Конечно, любому человеку приятно, что отмечают не за основную работу, вот как по государевой, как говорится, службе, да, а за то, что ты житель, общественной работой занимаешься, да, ну и что-то можешь изменить вот в облике станицы. По его мнению, одно из самых главных событий года – строительство в Анапской тренировочной базы к чемпионату мира. Идет процесс передачи объекта муниципалитету. Там будут заниматься юные футболисты. Кроме того, в 21-й школе появится спортивный зал. По словам Даниила Ильченко, почти все его одноклассники занимаются спортом. Сам он 6 лет назад увлекся дзюдо. Теперь бокс и футбол как хобби. На футболе 12-й есть, есть ли тренироваться, и у нас бокс в Анапской есть. Танцы вот тут занимаются. По словам руководителя территориального общественного самоуправления Александра Жукова, важно то, что проект реконструкции Станичного парка попал в государственную программу. Кроме того, в этом году активность дорожных работ была достаточно высокой. Лукьяненко, Лермонтово, Пионерский, Совхозная, которая вообще не отсыпалась лет 17. Никогда столько не было отсыпано, как этот год. Станица развивается. Это видно и по количеству детей. Именно поэтому по поручению главы Анапа был сформирован и поставлен на кадастр участок, где уже в обозримом будущем можно будет разместить школу или детский сад. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин